Всем привет! В эфире этнографика и сегодня у меня очень важное видео, которое я прошу досмотреть до конца. В далеком 2017 году, когда я только начинал вести youtube блог, это были всего лишь студийные съемки и когда я их только начал снимать эти ролики, вот в похожей студии, в другом совершенно на качестве, в более лучшем конечно. Это произвело определенное впечатление на людей, появилась аудитория, появились свои поклонники и буквально через пару месяцев меня уже пригласили на презентацию в Черкесск, поснимать там вживую. Я приехал тогда, презентация книги была и с тех пор начались вот такие более активные съемки, тогда я много ездил, если помните было много разных интервью, много всяких штук из путешествий, всяких приключений действительно интересных и с тех пор огромное количество материалов вышло на канале. И именно тогда у меня возникла идея, что можно снимать более масштабные интересные вещи, такие документальные, ну не видеофильмы прям, но сериалы как минимум, циклы каких-то видео. Тогда возникла идея из Шапсукской экспедиции, если помните, ну снять тогда не очень-то получилось, потому что не собрали всю сумму конечно, но получилось сделать серию разного рода материалов, которая потом в течение двух лет в самых разных форматах выходила, то есть это действительно был такой огромный серьезный проект. И именно Шапсукская экспедиция тогда меня навела на идею до съемок этих видеоциклов документальных, исторических, социальных тем. И тогда я думал, что такие более серьезные глобальные вещи они, ну подписчики не потянут, то есть сборами простыми не соберешь, это нужно немало денег. И я тогда думал, что наверное логичнее обращаться к частным инвесторам, к государственным учреждениям разными с запросами. Но практика показала, что я ошибался. Действительно среди частных инвесторов, людей, бизнесменов есть люди интересующиеся темой, но как правило в большей части этот интерес спонтанный, такой случайный и они не готовы, скажем, какие-то серьезные суммы выделять на такие проекты. Тем более мы видим, как сужается экономика сейчас, им все сложнее и не до того становится. С госучреждениями, примерно та же самая история, то есть как правило там нет возможности помогать в поддержке каких-то серьезных проектов, а порой даже просто игнорируют люди. Поэтому я отошел от стратегии поиска именно инвесторов в этой среде и при этом не забывал еще про гранты, то есть есть еще грантовая тематика, можно гранты выигрывать и получать. Действительно в принципе сейчас у меня как раз такая ситуация, когда какой-то грант я выиграл, какой-то грант планирую подать, но грантовая тема она очень узкая, там есть целая куча требований и далеко не все им интересно и далеко не все, даже если интересно, возможно исполнить в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются по грантам, поэтому здесь далеко не все темы попадают, которые действительно интересны людям. И на какое-то время я отказался от активных поисков, но не оставил сами идеи. Сюжеты, которые были вновь продуманы и которые я хотел бы собственно снять и показать видео циклов таких, видеороликов, они действительно записаны у меня, сформированы и я вот хотел бы сегодня с вами поделиться этими сюжетами, возможно какие-то из них вас заинтересуют. Ну в первую очередь эта тема, которая возникла в конце прошлого года, связана она с памятью людей, которые были выселены с территории, которая была потом затоплена Краснодарским водохрадилищем и это память людей, то есть планировалось как бы снять ряд интервью и еще историческую такую справку о тех событиях, которые тогда происходили, запечатлеть память еще живых тех людей, которые еще помнят эти события, как они их переживали, как они потом устроились, как по-разному эта память воспринималась, что там было, что происходило и эта тема возникла неспроста, то есть я общался с людьми, вот частности журналисты, у которых есть родственники из таких вот людей, выселившихся оттуда и эта тема, к сожалению, сегодня не очень раскрыта и вот требует еще осознания, осмысления. Вторая тематика тоже давно, уже год почти ее вынашивал, возможно я ее сам и исполнил, если будет иметь такая возможность в этом году. Это последние натухайцы Кавказа, то есть это съемки в ауле натухай и поселке Суворов Черкесский, в которых проживали последние представители на Кавказе именно из общества натухайцев, черкесского общества надыгского и хотелось поснимать именно людей, где они живут, поспрашивать их, понять, как по-разному сложилась память в этих разных поселках, в которых они жили в Суворов Черкесском и потом выселены были в натухай, то есть новые жители что об этих людях знают и в общем-то попытаться понять, что вообще натухайского сохранилось на сегодняшний день или это полностью исчезнувшая уже такая община на территории России. Еще один интересный проект, такой более глобальный, наверное, более для всех понятный, не только для адыгов, это хутора, то есть съемки в маленьких хуторах, в селениях, поселках уже исчезающих, попытка поговорить со старожилами, записать их какие-то биографии, память, историю этих поселков, понять вот этот исход, исчезновение памяти в этих маленьких селениях, что вообще там сохраняется, а что на сегодняшний день исчезает, зафиксировать это. Еще один проект уже зарубежный, это осколки империи про город Карс на востоке Турции, который с 1878 по 1918 годы находился на территории Российской империи, был присоединен к ней и в этом городе сохранилось огромное количество архитектурного наследия Российской империи поздней эпохи, потом очень много биографии, очень много историй зданий каких-то сохранилось именно в этом городе, этот город был многонациональный, в том числе там и черкесская, и мухажирская община была представлена, которая оказалась, получается, снова на территории Российской империи была присоединена вместе с Карсом. Ну не все, конечно, там оставались, многие ушли, но часть осталась. И как вот впоследствии в двадцатом веке турецкое наследие наложилось на вот это многообразие многонационально-имперское. Ну и это такое предполагается не только интервью и историческая справка, но и travel-blog, то есть прогулки по этому городу, прогулки по местам, которые указаны в книге Архана Памука «Снег», он как раз писал про Карс там очень многое, и вот такой вот смешанный формат какой-то серии выпусков таких. Еще один проект это «Потомки мухаджиров», тоже в Турции, это поездка в город Кайсири и в часть поселков на Мраморном море, где проживают наиболее сплоченно, наиболее компактно выходцы из черкесских адыгских общин, вот «Потомки тех самых мухаджиров», и именно в стиле тоже такой travel, перемешанный с интервью, с людьми, которые там живут, потом как их предки обживались на этом новом месте, с чем они столкнулись, как они себя ощущают сегодня. Все это в рамках такого большого проекта мухаджиров хотелось бы снять, конечно, в Турции. Ну а в России эта тема с репатриантами из Сирии, из Ордании, то есть те, кто сюда перебрался в 90-е и 2000-е годы, поговорить с этими семьями, понять, как они обжились, обосновались на территории России, как по-разному сложились их судьбы. Ну и зарубежное, конечно, если интервью брать, то с человеком нужно ехать, если это интервью на турецком, потом делать субтитры на русском языке. И, как я уже сказал, я буду, конечно, изыскивать возможность, хотя бы часть, хоть и небольшой проект на свои там средства и в свое время их поснимать. Тем более, что по многим из этих проектов уже нашлись какие-то определенные команды, появились люди определенные, которые готовы помогать в съемках, в контактах каких-то. То есть это уже неспроста, не пальцы в небо. И я помню, что старые проекты у нас лучше всего получались только тогда, когда мы производили их при вашей поддержке, по сути дела. То есть, помните, Шапсу в свою экспедицию, сколько людей собирали, сколько помогали. И поэтому я хотел бы обратиться к вам с простым достаточно предложением, которое позволит превратить YouTube в полноценный медиа-канал. То есть, вот этот YouTube-канал, этнографика, который существует сейчас. Ну, а также еще и Instagram и Andex.zen, как сопутствующие. Совсем недавно YouTube щедро мне предложил подключить такую функцию, о которой я уже как-то говорил, но еще раз повторюсь, называется она Спонсорство. Работает она сейчас в тестовом режиме и обычно ее предлагают с прошлого года, по крайней мере, каналом с более чем 30 тысяч подписчиков. Но тут вот решили потестить и позволили подключить ее. То есть, работает она, по сути дела, как платный журнал. То есть, вы подписываетесь на канал и получаете эксклюзивные видео, какой-то доступ к определенным материалам на основе ежемесячной подписки. Раз в месяц вы ее оплачиваете, она стоит всего 140 рублей. И в ответ получаете возможность от меня получать определенные материалы. 140 рублей в месяц, это много или мало? Ну, например, подписка на Яндекс.Музыку или какие-то журналы платные, газеты, или подписка даже на специальный сервис, отключающий рекламу в YouTube, в самом YouTube. Они стоят дороже, чем 140 рублей. Им некоторые в 2-3 раза. Мало ли это? Ну, наверное, не очень много. Но если хотя бы 5% из вас подпишутся в качестве спонсоров на канале на эту скромную сумму, то этих денег вполне хватит на то, чтобы спокойно, без суеты, без отвлечения на лишние вещи заняться съемками и монтажом, публикацией вот этих вот проектов. Тем более, что все необходимое оборудование у меня уже есть, поэтому ничего покупать тут специально не надо. Со своей стороны, что я обещаю своим подписчикам, это не только право первого просмотра и обсуждения свежих вот этих видео, которые будут сниматься, но и также у вас будет эксклюзивный доступ к аудиозаписям подкастов, разных интервью, которые не войдут в эту серию, которые не стоит публиковать вообще. То есть, они, может быть, лишние будут или чрезмерно большие. Вот у вас будет полный доступ ко всем этим материалам. Плюс еще и будет у вас доступ к видеоматериалам, которые не войдут в основные ролики, такие бэкстейджи, закадровые вещи какие-то, которые останутся в таком закрытом доступе только для спонсорской подписки. Можно не переживать о том, что вы что-то пропустите. YouTube сейчас для спонсорских подписчиков автоматически уведомляет очень легко и просто в разных форматах, на email, в соцсети, как вам удобнее будет. Поэтому пропустить вы ничего не пропустите. Поэтому я обращаюсь к вам с предложением стать спонсором-подписчиком данного канала, поддержать его развитие. О том, как это сделать, смотрите вот видео, которое здесь сейчас появляется по этой ссылочке. Там подробная инструкция о том, как стать спонсором. Сделать это очень несложно, нажав всего одну кнопку. Посмотрите видео, ознакомьтесь. И я буду рад видеть вас в числе своих спонсоров-подписчиков. Ну и, как говорится, пословицы. На других надейся, но и сам не плашай. Поэтому хочется верить, что с нами у вас получится создать определенную такую сплоченную команду, которая будет совместно работать над созданием крутого контента. Пока пойду писать для вас посты новые, снимать то, что уже есть про Черноморский фронтир и про историю продуктов питания на Кавказе, а также готовить материалы по морскому эпосу. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, спрашивайте в комментариях вопросы, если у вас есть какие-то, если вам что-то непонятно, например, я могу разъяснить легко. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на канале. До новых встреч! Всем пока!